И тем не менее, я хочу сказать, что в этом году вся музыкальная общественность отмечает несколько очень крупных дат, музыкальных дат и поэтических. В частности, 170 лет, со дня рождения гениального русского композитора Петра Ильича Чайковского, который вы все знаете, любите и, надеюсь, хотите слушать, потому что это очень важно, хотеть услышать и открыть для себя. Для себя музыка – это очень тонкая структура, это очень тонкое искусство, но надо пожелать ее познать. Вот если вы будете с таким открытым сердцем и желанием, вы откроете много замечательных чудес, замечательной музыки, которые потом будут сопровождать вас всю жизнь. Чайковский. 200 лет со дня рождения гениальному кольцовому композитору Фредерику Шопену, произведения которого звучат во всех странах мира, на всех концертных эстрадах. Есть международные конкурсы, в частности, и Шопену, и Петра Ильича Чайковского. Наша страна гордится тем, что она стала как бы инициатором вот этого конкурса, который уже в 14-й раз прошел недавно в Москве. И вот на будущий год наша Московская консерватория, надеюсь, отремонтирует большой зал, который считается одним из самых лучших залов в мире по акустике. Вот кто там выступал, этот зал действительно, я думаю, что для всех музыкантов самый главный зал их жизни, потому что все стремятся приехать в зал, в Москву, в Москву играть в Большом зале консерватории Московской. И будем надеяться, что все-таки состоится конкурс, это на следующий год, и за год должен быть отремонтирован наш зал, потому что он сейчас, в мае месяце, он становится на ремонт, капитальный ремонт. Ибо там уже и амфитеатры, первый, особенно второй, просто под угрозой. Под угрозой, падение, все надо переделывать. И это очень серьезная задача сейчас для всех, и строителей, и музыкантов, и для всех тех, кто любит музыку и без которой не может жить. Третья дата, замечательная дата, это немецкий композитор Роберт Шуман, 200 лет со дня которого рождения, исполняется в этом году. Причем самое интересное, что и Шопен, и Шуман, оба романтика, представители ярчайшего романтического искусства, и они, у них разница, буквально они родились в одном году, в году 1850. Но вот там, как говорится, только год ухода немножко разница. А так, это жизнь короткая, короткая жизни. Даже как его, кстати, Петра Ильича Чайковского, 50-е годы всего. Что такое 53 года, когда основу получают до 20 лет, а потом считается, что то огромное множество гениальной музыки создано за такой небольшой слой. Наконец, эта дата, еще одна, Московской консерватории, которая очень значительная дата, потому что ибо Московская композиторская школа зачиналась творческим, таким очень вдохновенным искусством Николая Яковлевича Мисковского. И вот эта цепочка Николая Яковлевича Мисковского, Николая Сергеевича Жиряева и Евгений Кирилловича Голубева, и, в частности, это мой профессор, Евгений Кирилловича Голубева, который, я думаю, создал свою школу и продолжил традицию, высокую традицию русской композиторской школы и московской, в частности, школы. Вот эти четыре даты очень значительные. Я не буду говорить еще о других датах, потому что и поэтических датах, я думаю, каждый знает. И все-таки вот я подумала, что мы сегодня коснемся немного вот этих композитов, потому что, не скрою, вот вы правильно сказали, я композитор, но я имею как бы два направления творческой деятельности, и пианиста, и композитор. Причем пианика – это та, которая играет, постоянно концерты дает. И поэтому, как бы я, знаете, стараюсь при малейшей возможности заинтересовать, если есть возможность, сердца обернуть вот к этой музыке, гениальной музыке, которой, как говорится, равной нет. Потому что тот, кто, послушав раз, почувствует вот эту струну, звучащую, и струну, которой ваше сердце настраивает, обязательно вы придете к этому. У меня очень большой опыт. У меня сорок сезонов, сорок сезонов в Москве моего общения и с молодежью, и в зале от шести до семидесяти. Это вот те самые встречи, на которые вся Москва ходила. И потом, как говорится, это продолжение следует уже в концертных залах Москвы. Поэтому я считаю, что нет глухих к настоящему искусству. Нет тех людей, которые скажут, классика – это дрячь. Ничего подобного. Классика – это высокое искусство, отобранное веками, веками и созданное гениальными композиторами. Поэтому я вот сейчас вам собираю, начну как бы свою музыкальную речь уже, и хочу вам представить артиста, который мне поможет. И сегодня мы постараемся маленькую программу, но сделать так, чтобы это было соотнесение слова и музыки. Слово и музыки, которое без, вы понимаете, что без столько, огромное количество гениальных совершенно произведений, создано на стихи поэтов, на стихи, как говорится, мировой классической поэзии. И здесь мы постарались сделать так, чтобы зазвучала поэзия и музыка. Ну, в частности, начнем мы одно небольшое произведение из удивительного цикла, которое, кстати, входит в программы, постоянно обязательных произведений на Международном конкурсе Чайковского. Это «Времена года». Это цикл зарисовки природы, зарисовки состояния человека. И вот я собираю вам мат в месяц, но Петр Ильич сделал очень интересную вещь. Он перед каждой пьесой задумал, чтобы звучал автограф, эпиграф. И вот эпиграф этот совершенно подбирал удивительное состояние, которое потом прослеживается в музыкальном произведении. И заметьте, что, к сожалению, когда исполняется цикл «Времена года», никогда я не слышала, чтобы исполнялся там задуманного Петровича. А задумано звучит поэзия, а потом продолжением служит музыка. Артист Андрей Герман, я вам представляю вас. Песня «Жаворонка». В поле зыблится цветами, в небе льются света волны, Вешних жаворонков пенье голубые бездны полны. Аполлон Майка Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова КОНЕЦ 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 Вообще, я должна вас видеть, но, увы, приходится сидеть спиной. Что делать? Такие сейчас непростые задачи для меня. еще я сейчас играю две миниатюры великого Фредерико Шопена, две мазурки, заметьте, что вы это знаете, мазурка это танец, народный танец, мазурек, так вот он называется у поляков, и вы знаете, казалось бы, ну что такое танец, ну это, как говорится, в нашем ботовом восприятии, это совершенно, конечно, так говорится, не глубокое просветение, но что сделал Шопен? Когда-то Шумом сказал, долой Шапке, перед вами гений, а почему он так смотрит? В маленькие две странички нотного текста Шопен вкладывает такое глубокое содержание, такую яркую мелодическую основу, такой яркий образ дает ритнический, что вы не скажете, что это просто танец. Это танец поэма, это танец, который дает всем возможность поговорить и подумать во время звучания о состоянии человека. Это танец даже такой, который кто-то из великих назвал пушки, спрятанные цветы, потому что это и море победы, это и призыв к свободе, независимости, это все Шопен. И вот в этих двух миниатюрах, послушайте, как оно делает, на фоне незамысловатого сельского пейзажа во второй мазурке, а в первой мазурке состоит у человека. Очень драматическое внутреннее состояние, которое он выражает всем вот этим своим видением, всеми своими способами, а именно мелодией, литникой и содержательной. Послушайте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Бладинистый, почти белесый, В легендах ставший, как туман. О, Александр, ты был повеса, Как я сегодня хмлиган. Но эти милые забавы Не затемнили образ твой, И в бронзе выкованной славы Трясешь ты гордой головой. А я стою как пред причастием И говорю в ответ тебе, Я умер бы сейчас от счастья Сподобленной такой судьбе. Но обреченный на гоненье Еще я долго буду петь, Чтоб и мое степное пенье Сумело бронзой развенеть. Для ребят, это стихи Есенина, мы догадались, да? Да, садились. Когда я вам говорила о том, Что Московская консерватория Сейчас отметила в феврале столетие Замечательного композитора Евгения Голдина, Мне захотелось, у нас был концерт В малом зале консерватории, посвященному творчеству. И мы исполнили одно из произведений, У него, конечно, это большой творческий потенциал, Это большой был и большой композитор, Который во всех жанрах работал. Но вот фортепианное произведение У него связано тоже со словами И со словом Михаила Юрьевича Лермонтова. И вот что вот интересно, У него есть такой цикл, Который называется Несколько пьес памяти Михаила Юрьевича Лермонтова. Это небольшие три произведения, Которые перемежаются также эпиграфами И с творчеством Лермонтова. И обратите внимание, Первое произведение называется Колыбелье. И звучит фрагмент и стихотворение Лермонтова из Дингора. Потом Сон. И третья пьеса 1841 год. Это год ухода вверх. Интересно, что вот сейчас очень многие ученые Все-таки задумываются, Вот действительно, Рог судьбы невероятный. Рождение. Вы помните, когда? 1814 год. Переставцы. Последний. Последний. Примечается. Сон. 1841 год. Трагичнейшая судьба. Гениальнейший поэт. И, может быть, кто знает, Может быть, прожив еще некоторое время, Лермонтов создал бы, Может быть, даже более значительное произведение, Чем создал наш любимый Александр Сергеевич Пушкин. Кто знает? Потому что он был так, как вот все гениальные люди, Они в нескольких областях командуют. Мы вспомним Лермонтовские рисунки. Вы помните его зарисовки? Обратите внимание, когда у вас будет возможность, Посмотрите эти рисунки. Вот, возможно, у него дар был, большой дар еще и художника. Еще и драматургия. И вот Лермонт создает все это в таком возрасте. Возраст абсолютно юный. Тогда он написал свое световарение на смерть Александра Сергеевича. Все поняли, что он великий поэт. Он великий поэт, великий мыслитель. Великий феносов. И еще и великий художник. Сыграем вам три пьеса и прочитаем стихи. Верный пьес. Значит, первое пьеса «Колыбины» мы будем так сквознать. «Затерсон» и, наконец, «1891». «Но кто ж она?» Зачем сокрыта в пустыне меж высоких стен? Иль это добровольный плен и ею радость позабыта? Иль краска черной одежд с ее душой была согласна? Ее история ужасна, как вспоминание без надежд. «Колыбины» 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 Она отца и мать не знала, Илюльку детскую ее старушка чуждая качала. Субтитры создавал DimaTorzok Надежды в них дышат, И жизнь в них играет, Их многие слышат, Один понимает. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Работать за инструментом, который называется Куртсвайл. Там блок памяти тоже огромный, там эта партура, повторяя, она называется Генола. Тоже количество октав, все то же самое. Но самое удивительное, когда я к нему подошла, к этому инструменту, я ощутила, по непосновению, у нас уже есть у пианистов такой очень тонкий момент, когда ты ощущаешь инструмент, вот как ощущаем мы друг друга и прикасаемся. И вот это вот касание, оно очень сразу настраивает тебя и против, и за. То есть вот это вот прикосновение к инструменту Куртсвайл было удивительное. Я там попробовала играть и классику, я играла в скалате, я играла в Моцарта. То, что было создано для предшественной корояля, для клавестины. Клавестины тоже разными бывают. И клавестины звук очень интересный. Сейчас, кстати, современные компоненты очень часто обращаются к этому инструменту. У меня тоже есть сочинение написанное для большой струнной группы, «Оркеста», «Гонестина» и «Фрейд». Это нам соло. И очень красивый состав инструментальный, очень интересный. Здесь это, кстати, в Камбардиске тоже есть это сочинение, оно исполнялось на многих площадках концертных. И дирижер такой Василий Семенцкий, очень интересный дирижер, вот он попробовал это сделать в том составе, который я задумывала. Это очень красиво. Так вот я прикладываю, что сказал, что поначалу мне не понравилось инструмент. Но когда я прикоснулась и стала играть и баха, и разные стили, и даже склябина, я поняла, что это удивительный инструмент. И вот тогда я создаю версию для Курцвайля и Почтица, Почтицаретский фонтан. К сожалению, здесь нет техники, к сожалению, очень большого сожалению, я бы вам хотя бы несколько инструментов показала. Потому что это чрезвычайно увлекательно и интересно. Это же очень интересные там краски. И знаете, это как большое артистер, который вместе с тем специфика рояля чувствуется. И вот возникла вторая версия, а вообще я там записала Камбардиск, который называется «Эхо прошлого в звуках Курцвайля». То есть там разная стилистика от скалати до современной музыки и, в частности, до бахчисарайского фонтана. И вот у меня есть вот этот цикл, который называется «Легенды Бахчисарая». Я брала выборки из Александра Сергеевича, из этого произведения, и создала такую версию «Легенды Бахчисарая». Вот, значит, здесь пять певец, между которыми тоже есть вот эти певцы, как вот делал Евгений Кирилович Головец только что наслышали, как делал это Пётр Ильич Яковский с эпиграфами. И вот так вот это, значит, возникло произведение. Вот первая часть называется «Осо мной действующий лиц». Значит, первая часть называется «Хан Гирей», вторая часть «Мария», третья часть «Набег», четвёртая часть «Молитва в ночи», и пятая часть «Большесарайский фонтан». Вот я попрошу Афин Гердова, чтобы он мне помогал. Сейчас приду. Сейчас приду. Хорошо? Хорошо, включай. У меня вообще нет ничего. Мы должны, ну, не успею, идти, если. Пожалуйста. Нет, здесь, пожалуйста. 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 Где вебели седел по трупе взор risки. Янтарь в даже густах его днился, Лезмолвно раболетный двор В круг хана грозного теснился. ДИКСЕР ДИКСЕР Недавно юная Мария Узрела небеса чужие Все в ней пленяла Тихий нрав Движения стройные, живые И очи томно-голубые Природы милые дары Она искусством украшала Она домашние пиры Волшебной арфой оживляла ДИКСЕР 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...